Получить развод, подать на алименты или разделить нажитое имущество. Долгое время, чтобы решить эти проблемы, айхальцы вынуждены были ездить в соседний удачный. Однако, 4 месяца назад в Айхале начал работать мировой суд. Оксана Мезенцева продолжит тему. 3 миллиона рублей потратили из местного бюджета на капитальный ремонт здания для суда. В помещении созданы все условия для работы. Обновленное здание – подарок специалистам, а новая структура – подарок горожанам. Количество обращений граждан в мировой суд растет. Давний вопрос. Его неоднократно поднимали и на встрече с правительством, и на отчетах всевозможных. И вот в конечном итоге в этом году удалось Айхалу получить ставку мирового судьи. Я думаю, что здесь определенная помощь наших депутатов, в частности Юрия Михайловича Николаева, депутата Илтумен, которые, кстати, тоже оказали поддержку. Помещение судебного участка отвечает всем современным требованиям. Косметический ремонт выполнен за счет республики. На эти же средства приобрели и необходимое оборудование. Сегодня в судебном участке уже идут слушания, выносятся решения. У нас именно по желанию же население создано. Мы все знаем, что из-за отдаленности в удачную ездить тоже населению было очень сложно. Не только по гражданским делам, и по уголовным, и по административным ездили. И стоимость проезда тоже имеет место быть. Фактически судебный участок в Айхале начала работать в августе текущего года. За это время поступило 356 дел. Штат судебного участка укомплектован. В команде с мировым судьей работает три опытных сотрудника. Здание судебного участка находится в доступном для населения месте. Без дополнительных трудностей попасть в помещение могут и люди с ограниченными возможностями. Здание суда оборудовано специальным вот таким лифтом-подъемником для инвалидов-колясочников. Оксана Мезенцева, Александр Дамонтович, телеканал «Алмазный край».